Приветствую вас в New Fashion Zone комьюнити. New Fashion Zone комьюнити – это комьюнити людей, которые хотят сделать завершенные фэшн-бренды, которые хотят очень продаваться на рынке ритейла со временем, людей, которые хотят сделать бизнес из своего фэшн-хобби. Меня зовут Мария Терехова, я продюсер этого комьюнити, конкурса молодых дизайнеров. Сегодня нам прям очень повезло, в гостях у меня у нас сегодня с вами Татьяна Абрамовна. Наши родители субъекты. Я бы хотела, чтобы Татьяна сказала о себе, о коллекции, о том, что сейчас происходит в бренде, для того, чтобы у нас было общее представление о том, что такое бренды, то, как мы пришли к такой жизни и вообще общее понимание того, где мы находимся. Когда вы пытаетесь сделать классный бизнес, то вы должны понимать, что оно должно идти от души. И оно должно идти от сердца, потому что только тогда, когда вы делаете то, что вам вы кайфуете от этого, вы драйвуете, то тогда это будет приносить удовольствие, значит, соответственно, оно будет способствовать вашему здоровью, вашему настроению и, как следствие, конечно, оно будет приносить деньги. Потому что деньги, мы уже потом поговорим, что это далеко не первостепенный фактор. Это ценность, но и не самое главное. Что говорит он? Ну, вообще, если кто-то знаком с таким, слышал и сталкивался с нашим брендом, то вы знаете, что нашему бренду больше 20 лет уже, и он действительно начинался с нуля. Это, знаете, вот почему, может быть, такой очень классический пример, потому что мы создавали, вот как вы знаете, есть американская мечта, там, мечтал, 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 а потом, бах, и такой крутой бизнес был. 20 лет назад это была идея, это была мечта, и это была мечта создавать одежду. Почему? Потому что на рынке не было. Что такое бизнес и когда мы формируем идею бизнеса? Это значит, нету такого продукта, который, например, нужен нам, или нет услуги, с которой мы сталкиваемся, и мы понимаем, что этих услуги сейчас на рынке тоже нет. В то время, когда мы создавали свою компанию, была потребность на рынке одежды. Не было многообразия, не было, ну, скажем так, я не хочу сказать дизайнерской, тогда и слова такого не было. Не было просто классной одежды, которая бы делалась Made in Ukraine и для украинских покупателей. То есть, да, нам повезло, что это была эпоха тотального дефицита, а потом, когда мы только сделали первый шаг, мы поняли, насколько он технологически сложен, потому что трикотажное производство, в отличие от швейного, оно предполагает достаточно сложные, большие машины, и очень сложный вообще технологический процесс и группу специалистов. Но дорогу осилий ведущий, слушайте. Вообще, я в этом ничего не понимала, и в этом была моя, знаете, моя конкурентная приму. Я была как тот бультерьер. Вот если вы в команде работаете, и вы человек творческий, то всегда рядом очень хорошо, когда у вас есть напарник, который прокладывает дорогу вашему творчеству, и, скажем так, и пресарию своего рода. Да, вот если мы возьмем, там, и Саблоран, или Павод, и всегда рядом находился продюсер, или человек, который помогал творчеству, потому что очень сложно, конечно, когда человек творческий, он никогда не фокусируется ни на цифрах, он не видит, а вот сайт он видит только инсайт, он что-то придумал, а вносится со своей гениальной идеей. У меня не было никаких шаблонов, в тот момент, да, никаких штампов, шаблонов, и когда мне говорили, ой, это сложно, это вообще тяжело, это невозможно, почему невозможно, почему сложно. То есть делаем первый шаг, и это самое главное в качестве в бизнесе, что все начинается с первого шага, и даже первый шаг, если вы для себя ставите оценку, ой, это сложно, это невозможно, то тогда, пожалуйста, на дорогу, в команду, в кому-то, куда-то помогать. Если вы уже все-таки решили сделать свой бизнес, вы должны понимать, вот это моя чель, я от нее не отступлюсь, все, я делаю первый шаг. И вот мы в свое время тогда сделали первый шаг, компания была названа РИТО, которая просто расшифровалась, разработка изготовления «Катарь Надежды», это аббегатора. Это только сгадами мы уже столкнулись с тем, что в Италии есть слово РИТО, это обозначает традиция обычай, в литовском языке РИТОС – это утро. А вообще, когда мы вышли уже на европейский рынок, то мы столкнулись с тем, что существует японская компания РИТО, которая называется тоже РИТО, в Японии РИТО – это мультиокный герой, и компания у нее, бренд РИТО, который зарегистрирован уже в нескольких странах, и на сегодняшний день сейчас на территории Европы мы с японским РИТО проходим, мы не конкурируем, мы пока подали заявки на регистрацию товарной. Ценность любого бренда – это не косточки, не лупочки, такими были уникальными они не были, это кадры, это лупы. Как вообще выбирать партнера? Потому что для многих из нас, тем, кто только начинает, это большой серьезный вопрос. Если, например, человек, который в вашем зале комьюнити, дизайнер, мы можем сейчас найти этого продюсера. Как этого партнера искать? Кто должен быть именно учредителем? Вообще, конечно, действительно нету единых рецептов. Вы знаете, прекрасно, это очень похожая ситуация. Знаешь, как найти партнера в бизнесе, а как найти партнера в жизни. Как выйти замок? Это очень огромное дело сейчас. Да, но это действительно реально. Вот кажется, вот ты нашел человека, боже мой, ну все, мой на веке. Через полтора года думаешь, где этого козла встретила? Ну я же умудрилась, я же такая умная, я же смогла, понимаешь? Поэтому вот точно так же и с партнером в бизнесе. Это тоже очень сложно, но самое главное, самое важное, это чем должны быть твои ценности. Как бы это там ни казалось, сложно заумно, но если у человека понятие порядочности, понятие честности, это, ну, краеувольное, он не должен быть жлобом. Ну, то есть, если вы в мелочах замечаете вещи, которые вас в этом человеке внутри где-то раздражают, да, и вы, кажется, думаете, блин, вот я так не поступила. Все, никогда, никогда. Я не радую, там, например, уповаться на удачу, но бизнес-удача, это немаловажный фактор, это что-то из серии эзотерики, но могу вам сказать, она не приходит сразу. Если вы двигаетесь своим путем, допуская ошибки, но вы идете, и у вас есть по чуть-чуть движение, вы на своей дороге, и вы поверите, у вас будет бизнес-удача. Все проговариваем, четко определяем свои обязанности, свои полномочия, и уже за этим следим, грубо говоря. У нас очень много дизайнеров, молодых брендов. Что, какие требования к качественному продукту? Качественные. Это важная тема, а не просто это предмет тренинга сейчас. Ну, смотрите, что, вот первое, давайте основные характеристики для продукта определим, что на рынке надо потребителю. Ну, во-первых, куда потребитель в большей степени ходит, да? Ну, вот мы понимаем, что потребитель в большей степени ходит на работу. Да? То есть это должна быть одежда, в первую очередь, она должна быть носительная и, ну, как бы это, так сказать, универсальная, да? И дизайнерских вещей у нас, ну, процентов 10. Все остальное – это вещи, которые носительные, которые человек может видеть в офис, он приходит, люди говорят, «О, круто, ну, куда же я мне упаду?» Понимаешь? Это раз. То есть базовые вещи составляют у нас большую часть герога. Понятно, что все говорят, «Вы изюминка!» Вот это мне слово. Изюминка. Это, конечно, у каждого, значит, «Понял, вы ковыриваете мне изюм, да?» Это не значит, что чехлы надо делать какие-то, знаете, там, совершенно неинтересные базовые вещи, это не значит что-то такое с рукавами. Но мы стараемся, чтобы стиль был выдержан классически, потому что человек эту вещь может надеть и сегодня, и через три, и через пять, и дополнить каким-то там аксессуаром или какой-то деталью, там, сумкой, брошкой, там, я не знаю, еще, кокошником каким-то, и все, и оно у него может прослужить достаточно времени. Теперь качество. Но я могу сказать, что работая, например, на западном рынке, мы на сегодняшний день экспортируем в пять стран. И первая страна, куда мы зашли, это была Литва. Но наши вещи строят на европейском рынке от 100 евро, 100-102, то есть не дешевая цель. И поэтому, конечно, для нас самым важным фактором это качество. То есть для них РИТО, ну, это вообще там, понимаешь, что Манга и ТО круче, чем РИТО, потому что Манга все в мире знают. Кто там знает РИТО в Дании, в Литве, в Канаде, да вообще нет, тем более мы из Юго-Рейси бренда, там и международно. Да, бесспорно, никто не знает, как они, поэтому, но надо отдать должное европейскому потребителю, несмотря на то, что он бренд не знает, но если его устраивает качество, и оно соответствует цене, он не будет заморачиваться. Если вы качество Максмары, то я лучше сублю вас, чем Максмары, например, мне это не парит. Поэтому качество, конечно, это очень важно для нас. Поэтому мы покупаем дорогую пряжу. Мы делаем технологически, вот это только специфика трикотажа, у нас нету оверлока, мы вывязываем, это сложный технологический процесс, потому что если в ткани, например, вы порезали оверлоком сшили, и вы там, например, разводка по размерам, там чуть-чуть градация есть, и вы все равно режете, то в трикотажах надо каждый размер вывязывать отдельно и делать программу под каждый размер. Это очень трудоемкий процесс. Если где-то корректировка, это корректируется программа, то есть я вам могу сказать, это колоссальный кусок работы, но мы идем на это, естественно, это дорожает продукцию, но это качество. И поэтому, когда знающие люди к нам приходят, они выворачиваются из нам, потому что качество изделия всегда характеризуется из нам, потому что оно может быть классное, но ты его вывернешь, и ты думаешь, Боже, не дай тебе распуть. Какие выслы, как стоит участвовать? Ну, слушай, я честно тебе скажу, во-первых, с одной стороны говорят, что роль в выставах падает, но с другой стороны, все равно на выставках надо попробовать быть, для того, чтобы понимать, насколько вам обращают внимание, насколько вы смотритесь. Это не просто поплывать дизитером, но выставки дорогие. Но с другой стороны, на сегодняшний день вы знаете, что и Министерство экономики, и Export Promotion Office, если вы еще такого не знаете, вы отпишитесь под них. Это те структуры, которые очень сильно продвигают, делают все для того, чтобы продвинуть Украину в мир. Для этого очень сложно выиграть лотереи. Друзья, спасибо большое. До следующих встреч, небольшой зон. А это чем можно, у нас в фото-классе. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok